Завершился магнитогорский этап школы по обмену опытом в сфере коксохимического производства. Напомним, в течение двух дней наш город принимал гостей различных предприятий и отрасли со всей страны и ближнего зарубежья. Обязательным пунктом стала экскурсия на Коксохим ММК. Побывал на промплощадке и Павел Берсенев. Эта экскурсия отличается от тех, что обычно проводят на ММК. Сюда обычным туристам вход воспрещен. Посетили Коксохим исключительно профессионалы, те, кто непосредственно связан с производством. Разумеется, гости побывали на строительстве 12-й коксовой батареи. Сейчас к проекту привлечено внимание всех представителей отрасли. Когда комплекс будет воздвигнут, он позволит производить 2,5 миллиона сухого валового кокса в год. Причем особое внимание уделяется экологическим факторам. Планируется, что после реализации проекта значительно сократятся выбросы загрязняющих веществ. Информация, о которой поделились магнитогорцы, оказалась полезной как для самих коксохимиков, так и для их поставщиков. Например, для производителей огнеупоров. Такие масштабные проекты, они, конечно, не каждый год рождаются, но готовиться к ним надо. И готовиться мы сами будем. Будем готовить свое производство. И надеемся, что мы где-то, может быть, не здесь, может быть, на другом предприятии каком-то, сможем все-таки войти в число поставщиков. Смотрим, как это делают другие. Вот сейчас, как китайские поставщики здесь сработали. Хорошо сработали. Побывала делегация на коксовых батареях номер 7 и 8. Гости зашли в диспетчерскую и узнали, как выстроена работа на опасных производственных участках. Например, перед каждой сменой дверевой получает специальное устройство, которое фиксирует, когда и кто из работников попадает в опасную зону. Причем приспособление позволяет предотвратить несчастный случай. Немало среди экскурсантов было и партнеров ММК. Например, региональный центр лазерных технологий поставляет коксовые двери повышенной газоплотности. Конкретно вот на этой батарее номер 8 в настоящее время работает одна наша дверь. То есть это очень интересный проект, это импортозамещение, уникальная технология. И мы очень плодотворно сотрудничаем с руководителями, техническими специалистами коксохимического производства Магнитогорского металлургического комбината. После посещения коксохимического производства гости провели конференцию. На этом Магнитогорский этап школы по обмену опытом был завершен. Теперь эстафету принимает Челябинск. Там специалисты побывают в производственных цехах компании «Мечел Кокс». Павел Бресеньев, Владимир Ровенский, телекомпания «ТВИН». Павел Бресеньев, Владимир Ровенский, телекомпания «ТВИН». Павел Бресеньев, Владимир Ровенский, телекомпания «ТВИН».